Все снимают крузаки, ну а я китайцев. Мне Toyota не дает трогать их за яйца. Здравствуйте, любители красной икры, элитного алкоголя и премиальных автомобилей. Добро пожаловать на канал Филавто. Сегодня у нас будет необычный тест-драйв. Восьмерочку мы уже снимали, есть на канале, обязательно посмотрите. Сегодня я хочу замерить все-таки разгон у двух автомобилей, у 7 Pro и у восьмерки. Вот, первой подопытной будет восьмерка. Вкратце такое описание. Получается, у нас три комплектации, да. Миллион пятьсот, почти миллион шестьсот стоит первая, пятиместная. И предмаксималка и максималка у нас идут семиместные. Вот, максимальная комплектация у нас стоит почти миллион семьсот с копейками. По-моему, миллион шестьсот семьдесят семь. Ну, где-то вот в таком диапазоне. Вот, кто-то у меня спрашивал размеры задних сиденьев в разложенном состоянии. Сейчас это мы все дела замеряем. Вводные по автомобилю сейчас вам скажу. И потом уже мы сделаем разгон и, соответственно, посмотрим, сколько же все-таки она едет. Будет полбака бензина. Ну, как вы любите. То есть, все должно быть четко, да. Будет полбака бензина и, соответственно, два человека в автомобиле. То есть, я и оператор. У нас разгон здесь до сотки за десять секунд. Она должна ехать. Вот, десять секунд. Запомните это, друзья. И вес у нас тонна шестьсот, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, пишите в комментариях. Поправьте меня. Вы же эксперты. Друзья, давайте сразу к задней части этого автомобиля. Естественно, у нас с собой есть членомер. Поэтому у нас будут только сухие цифры. Максимальная комплектация. Электроподъем задней двери. И вуаля. Семиместный салон. Здесь у нас есть, где спрятать шторку. Что самое такое актуальное. Небольшие ниши у нас здесь есть. Домкратик. Все это дело закрывается. И, соответственно, третий ряд сидений. Давайте мы замерим. Сколько же у нас в обычном режиме все это дело. Метр один. Вот. По ширине. По колесным аркам. Тоже метр один. То есть, такой квадрат. Теперь раскладываем задние сидения. Мне нравится, что здесь первое, это ровный пол. Второе, у нас просто есть рычажок без всяких там петель. Без ничего. Получается вот такое вот полезное пространство. Меряем. Давай вот прямо от этой сидушки. 190. Это прямо-таки, прямо недурно. Здесь мы имеем подстаканники, небольшая ниша. С этой стороны все то же самое. Есть крепление для груза. Даже смотришь, что есть у нас. Для этих. Крепление для ремней безопасности, чтобы они не мотелялись. То есть, китайцы все продумали. Молодцы. Есть розетка у нас одна. И подсветка. Прямо сразу над багажником. Смотрите. По задним сидениям. Слушай, ну отлично. А вот это вот дело как раз зафиксировалось. Опа. То есть, у нас есть и петелька, соответственно. На, смотри, на этой штучке. И вот такой вот рычажок. Отлично. Хорошо. По месту здесь. Давай покажем. Думаю, что для маленьких ребятишек, в принципе, будет нормально. Я туда лазить не буду. Что-то нет желания. Мне туда залазить. Вот. Но места сзади достаточно. Сейчас мы все это разложим. Точнее сложим. Блядь, тяжелая зараза. Кстати, мы можем еще задние сидения, спинку, откинуть назад. То есть, вообще прекрасно можно сидеть. Эта вещь уже не действует. То есть, только вот этот вот рычажочек. И опять нужно... Вот так вот. Вот. Ну, в принципе, здесь красиво. Хорошо. Две большие газовые упоры. И вот такая вот кнопочка. Я позвонил сегодня. А, ну все, отлично. Там рычажок просто остановишься. Ага, ладно, спасибо. Так, все это дело закрываем. Естественно, автомобиль обладает электрофункционалом. То есть, подходишь, двери открываются. Отходишь, двери закрываются. Зеркала откладываются. Ну, то есть, все для комфортного передвижения. Китайцы о нас подумали. Кстати, есть еще информация о том, что восьмерка будет на полном приводе. То есть, я представляю людей, которые купили восьмерку сейчас, да, и появляется полный привод там на 50 косарей дороже. Я представляю, как вы охереете, друзья. Идем дальше. Задний ряд сидений. Он большой. Как в вашем Шкоде Кодиак. Уже какая-то... Кто-то уже на ней сено возил, солому. По грибы, наверное, ездили. Друзья, ну, вообще свободно, отлично, хорошо. Дефлекторы у нас здесь есть. Один USB-вход. И самое главное, подогрев задних сидений. Вот. И вот смотри, вот этот вот рычажок, который здесь в спинку, он может вот так вот. То есть, просто вот. Спокойно. Подсветка у нас белая. Вот. Подлокотник есть. Ну, обычные босяцки вообще без приблуд. То есть, вот так вот. И, в принципе, здесь больше ничего. Но зато у нас, смотри, кожа с перфорацией. Вот это вот хорошо. Это вот стильно и по-молодежному. Кармашки у нас здесь есть. Никаких пластиковых здесь накидок, ничего нет. Ну, не люблю я всю эту дрянь пластиковую. Так вот, друзья. Что у нас по мотору? У нас, кстати, вариатор здесь. Двушечка 170 лошадиных сил. На переднем приводе. 10 секунд до сотки. Вот мы сейчас это дело все проверим. Ну, хотя бы 10,5 хотя бы показало бы, да. С учетом того, что у нас еще, ну, соответственно, 2 человека и полбака бензина. Чтобы, соответственно, вам удостовериться, что здесь стоит не V8, да, не V6 и не V12, я хочу вам показать этот мотор. Машина уже прогрета. То есть, полностью готова к отплытию. Вот такой вот мотор. Кстати, всем про все закрыто пластиком. Здесь уже немножечко повеселее. То есть, самому порукоблудствовать можно. Все по-простому. Аккумулятор, воздушный фильтр, вот, фольксвагенский бачок антифриза и генератор сверху. Очень хорошо. И заливная горловина под подомывайку. Прямо над генератором. Маленький минус. Так вот, газовая опора, кстати. Так вот, друзья, давайте сейчас мы выедем на трассу и попробуем все это дело замерить. Сколько же все-таки китаец едет? Потому что, ну, Кулрей меня разочаровал, к сожалению. Все, поехали. Друзья, вот такой вот у нас есть RaceLogic. Сане Сошникову огромный привет. Он мне подогнал этот аппарат. Смотрите, сидится здесь, в принципе, хорошо. Вот такая вот у нас сразу же босяцкая кнопочка. Точнее, как босяцкая. Выглядит неплохо она в металлическом таком обрамлении. У нас здесь вариатор. У нас здесь двузонный климат-контроль. Вот такая вот ниша под ключик. Ручной тормоз. Выбор режима в спорт. Сразу поставим на спорт. Пробег у нас 1324. Вот, для тех, кто как бы, ну, там, с пробегом. Там вопросы у некоторых бывают, что, типа, пробег маленький, поэтому она никуда не едет. Вот, 1300. И у нас расход показывает 14 литров на 100 километров. Залубали меня эти банки уже. Бака, бензина у нас даже больше, чем полбака показывает. Вот такая вот у нас есть штучка. Подожди. Давай настройки посмотрим. Автомобиль. Умное открытие. Он. Мне не нравится. Умное открытие. Панель приборов. Подсветка, время. Лампа, ассистент вождения. Вид сбоку, анимация, траектория. Нормально. Самое, что мне здесь не нравится, самое поганенькое, это камера заднего хода. Смотрите, друзья. Ну, то есть, это вообще, вот куда, куда это, да? Вроде бы огромный, огромный красивый автомобиль, а камера, ну, блин, очень отвратительного качества. Все, давайте поедем потихоньку. Нас ждут великие дела. Надо под себя немножечко настроить. Так, поднимаемся, поднимаемся, чтобы повыше, чтобы капот можно было видно, видеть. Все. Трогаемся. Ручень щек отключили. Блин, мне нравится. Мне здесь сидушки нравятся. Просто обалденно. Мягенькие, удобные. Кайф. Итак, друзья, стартуем. 10 секунд до первой сотни у нас. Поехали. Сколько? 10.48. Слушайте, ну вот, получается, на 48 доли секунд она дунула. Это неплохо. Ну, вот такой вот тест, заезд Cherry Tiga 8. Я реально, я прям приятно удивлен. 10.48 это первый результат. Второй результат был 10.62. Ну, то есть, при заявленных паспортных данных 10, 10.48 это охрененный показатель. То есть, у нас было двое. Ну, и, соответственно, там полбака бензина, там, и покрытие, грубо говоря, холодное и так далее. То есть, здесь не на секунды, да, там больше. Здесь на доли секунды. 48 доли секунд. Вот. Восьмерка меня удивила плавностью хода, удивила разгоном. Разгон спокойный, равномерный, нормальный. Ну, и, соответственно, сам разгон. 10.48. Ну, блин, я очарован восьмеркой, реально. Вот. Спасибо автосалону Кунцева. Сережа, тебе огромный привет. Вот. Все сделали красиво. Ну, тачка прет. Ну, тут, блин, сухие цифры. Я вообще ничего не могу сказать. 10.48 до первой сотки. Все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.